Добровольцы Урая подвели итоги уходящего года на слёте волонтёров. Это событие объединило более ста человек разного возраста. Тема сегодня у нас мотивакса, как не выгореть, какой должен быть доброволец и как работать в команде. А работать в команде у них получается. Так, например, новое направление добровольческого движения – молодёжная правовая лига, которая действует больше года при комиссии по делам несовершеннолетних. Молодёжная правовая лига здесь получает и приобретает и новые знания, и знакомства новые. Вот сейчас, я так понимаю, что будут мастер-классы по медиа-волонтёрству, что сейчас достаточно активно развивается. И волонтёрские движения между собой перемешиваются. То есть люди с новыми людьми учатся работать в команде. Это тоже очень важно. Школьники среднего звена и старшеклассники изучают законы, после чего делятся своими познаниями со сверстниками. Меня заинтересовало то, что ребята в нашем объединении узнают о правах, помогают другим людям. То есть также я могу себя более раскрыть в юридической способности, то есть гораздо больше знать и возможность в какой-то ситуации защитить себя или помочь другому человеку. Мы будем делиться знаниями и тем, что мы очень крутые, что права есть у всех и обязанности тоже. Илона Козлова – одна из самых опытных правовых волонтёров. Это важно для всех волонтёрских объединений, потому что это сплочает. Мы знакомимся с новыми ребятами и меняемся опытом. А по ощущениям, как всегда, я чувствую радость, счастье. И когда знакомишься с новыми людьми, это потрясающе. Двухдневный фестиваль добровольчества останется у них в памяти ещё на целый год. Каждое из 15 объединений участников представили свои наработки и вдохновились новыми идеями для дальнейших свершений. А самые активные общественники получили награды. Елена Шамшаева, Александр Русков. «Наши города».